Пасхальный каникул Я приготовил вам два параграфа, девятый и десятый. Сколько успеем, столько пройдем. Они, в общем-то, оба короткие, но маловероятно, что мы успеем их оба. Тем не менее, вот сколько сможем, мы сделаем. Тут очень мало новых слов. Напоминаю нашим участникам, что предварительно я ставлю на нашу группу в Телеграме текст, который я сейчас демонстрирую. И второй файл под названием словарь, там выписаны слова, которые я выделил зеленым фоном. Слова выделены желтым фоном. Я просто хочу, может быть, при возможности, что-то по поводу их сказать. Так, почему-то сегодня на ресурсе, откуда я беру тексты, я обнаружил совсем другой формат. Поэтому немножко необычно это будет выглядеть. Но текст остается текстом. Я надеюсь, что вам видно его достаточно крупно. Я сейчас демонстрирую начало этого файла, где написано, что мы сегодня рассматриваем Перек Тет и Перек Юд. И с Перека Тет мы начнем. Все нормально видно, да? Хорошо. Значит, по очереди я начинаю. Контекста я не буду говорить. Седьмой день – это день, когда Мишкан, переносной храм с Кинея, был собран окончательно. До этого в течение семи дней Муша собирал и разбирал Мишкан. А вот теперь говорится о дне, когда Мишкан был, собственно, посвящен и начал функционировать. Теперь, пожалуйста, Бет Анна. И прошу Анну, как обычно, распределять микрофон. Так, Анна. Натан, к тебе обращаются с просьбой включить микрофоны. Да, очевидно, у тебя есть возможность выключить микрофоны для всех. Да, я сделал, да. Я не на то нажал. Да, все сликать, теперь все могут. Все, нет проблем. Так. Анна, вы с нами? Да. Прекрасно. Да. Здесь я просто не знаю, сколько я смогу, потому что у меня плохая очень связь. Я за городом. Наверное, это Береза. Да, обычно. Так, прошу вас, Бет. Так. И сказал Аарону, возьми себе бычка Бен Бакара, ну, такого-то молодого, видимо, сына коровы. Сына коровы. Сына быка. Сына коровы для грехоочистительной жертвы и барана для всесожжения. Тмимим чистого беспорока и принеси, представь перед Всевышним. Да, так, правильно, Анна, спасибо. Так, Гимел, Тимофей, очевидно, да? Да, Тимофей, потом Шуша, потом Евгений, а что есть? Готовьтесь, да. Если профессия уйдет, то, значит, да. Гимел. И скажи сыновьям Израиля, говоря, возьмите козлов волосатых. Да, сыгир, это буквально означает волосатый, так называется козёл, да. Лехатат. Да. Для грехоочистительной жертвы и овцу, годовалую, чистую. В эгель, в кевес и телёнка и овечку. Да, и телёнка и овцу, да, годовалых, чистых. Да, без порока, да. Да, для жертвы и благодарственной. Да, все сожжения. Так она услышала. Улла буквально от слова «олэ» поднимается, да. Да, спасибо, Тимофей. Так, прелестно. Теперь Шуша, да? Да. Шур, айль, ле, шлемим, лезбэх, лефней, ашвэм, у линха, бэ, лула, башэмен. Ки айом, ашэм, нерэ, лэгэм. Так. Как начинять правильно? Вот, Шур, айль, это кто? Козлёнок, барашек. Шур, это бычок. Айль, это барашек. Так, это как мирная жертва? Мирная жертва, так обычно переводится, да. Жертв, как бы, видимо, тоже, ну, принеси вверху перед Господом. Так, у линха. Минха называется «хлебное приношение». И хлебное приношение как-то вот в каком-то масле мы читали. Размешанное масло, да, все же. Размешанное масло, так как сегодня Всевышний смотрит за вами или на тебя. Покажется, покажется мирно. Будет видимо. Буквально, да. Строется вам. Да, ну, имеется в виду, конечно, не зрением, не глазами, а будет ощутим, да. Ну, буквально так, да, да, да. Верно, спасибо, Шур, все правильно, все правильно. Так, теперь, эй, чей? Мой, наверное, да? Да, Евгения, есть. А то вопрос, а вот, получается, бык – это шор, а вот была такая профессия шорник, который работает с кожами животных. Бычник, да, да, совершенно верно. Влияние иврита, да? Не исключено. Могут быть и другие гипотезы, но… Могут быть и другие гипотезы, но и другие гипотезы, но и другие гипотезы. Да, верно. Ва – это гипотезы, это гипотезы, будущее время, ва – переворачивать прошедшие. И взяли… Да, и взяли то, что приказал Моисей. Перед… Перед лицом, да, собрания. Да, да, перед лицом Огель Моэль, шатра собрания. Собрания. И приблизилась, ну, подошла, так сказать, вся община, и они стали перед лицом Всевышнего. Перед Богом, совершенно верно. Так, вам. Спасибо. У нас Людмила, Людмила пришла. Людмила появилась, очень мило. Людмила, просим вас. Вы с нами? Эр-эстов. Эр-эстов. Мы стихами заговорили. Конечно. Анна подтвердит. Анна подтвердит. Анна подтвердит. Что вы любите стихами. Вайомер Моше зе аддавар ашер цва ашем таасу въяра элихэм. Алейхэм? А алэхэм кавод ашем. И сказал Моше, эта вещь, эта слова, ну, вещь, которая заказала Всевышний, сделайте. Сделайте. Сделайте, да. Сделайте. И бойтесь. Или увидите. Увидите, да. Увидите. К вам. И покажется вам буквально, да, к его дашим. Слава Всевышнего. Слава Всевышнего. А тут запятая не нужна, понятно. Покажется слава Всевышнего. Да, да, да. Совершенно верно. То есть, только что мы читали, покажется вам Бог. Здесь сказано, покажется вам слава Всевышнего. Это нечто другое, но смысл тот же. Совершенно верно, Людмила заметила. Совершенно произвольно проставлены знаки препинания. Не знаю зачем. Увы. Спасибо, Людмила. Все правильно. А вот, простите. А вот здесь же не нефаль, не ира, а ира. То есть, именно что как бы увидит вас, слава Господне. Е-ра. Не ира, а ера. Это будет увидено. Это тоже нефаль. Это нефаль, да. Да. Почему он такой? Ну, почему бы и нет. Да, смысл. Ну, смысл мы поймали. Так. Теперь, Заян, очевидно, снова я, да? Да. Ага. Так, читаю, Заян. И сказал Моисей Аарон. «Приблизься к жертвеннику и сделай буквально, то есть произведи грехочистительные жертвы и жертву всесожжения, и искупи за себя и за народ, и соверши приношение народа, и искупи за них буквально, как приказал Всевышний». Перевод дословный всегда получается немного коряво и нечитабельно, но это наша цель. Да, вот так. Спасибо. Теперь Хэт. Снова Анна. Просим. Да. И приблизился Аарон к жертвеннику и зарезал теленка, ручка, тельца, грехочистительную жертву, которая за него. За него. Кому интересно слово «шорник» от немецкого слова, которое обозначает «упришь». О, понятно. Ну что же, некоторое облом. Бывает, бывает. Впрочем. Так. Спасибо, Анна. Теперь Тед, понятное дело. Алло. Тоже в рифму. Так, мы слышим ваши разговоры телефонные. Выключите, пожалуйста. Алло. Так. Так. Тед. Да. Переводим. И приблизили сыновья Аарона, кровь к нему, и обмакнул большой палец его крови, кидал на рога жертвенника. Корнот. Корнот, да. Перн. Так. И кровь Яцак, видимо, по смыслу вылил. Вылил, да. На основании жертвенника. Да, да. Спасибо, Тимофей. Все верно. Яцак это именно вылил. Вот. Яцака это деталь, сделанная методом литья расплавленного металла. Теперь Юд. Юд. Шуша. Да. С переводом мне надо будет здорово помочь. Вэт. Хелл. Вэт. Кейлайт. Вэт. Кейлайот. Кейлайот. Вэт. Гитерет. Мин. Кевет. 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 Мин. Ахатат. Хитир. А. Мисбеха. Кашер. Цава. Ашем. Эт. Машем. В общем, я понимаю, что опять части тела, да? Печень. Да, это определенные. Хеллев – это жировые отложения. Так, и жир. Переводится как пук, да. Дальше. Клоет. Почки. И почки. И ракетерет. Мы переводим как диафрагма, как. А диафрагма, как сказать, от печени, как можно? От печени, да. Ну, от печени так. Мин. Да. Мин. Да, да, да. В грехоочистительную жертву. И киротов воскурил на... От очистительной жертвы. То есть вот те животные, которые были предназначены в грехоочистительную жертву. Вот эти части. Части от грехоочистительной жертвы. Да. Значит, воскурил на жертвеннике, как приказал Господь Моисей. Да, да, все верно. Все верно, Шуша, все правильно. Так, хорошо. После Шуши мы передаем микрофон Людмиле, правда? Нет, Евгений, Евгений. Евгений, извините. Евгений, я что-то Людмила читал у нас, нет? Ага. Нет, Людмила не читал у нас? После Тимофея должна быть Людмила. Нет, у нас сбился порядок, потому что Людмила позже... А, это, наверное, я что-то перепутал, да? Так, Людмиле нужно, да? Микрофон не читал. Анна, пожалуйста, тогда вы следите, потому что я концентрируюсь тогда на переводе. Юд, Алиф? Так, Людмила тогда, получается, у нас. И мясо, и свет... Нет, ор через айн, это штура. А, кожа? Да. Сожжет в огне... Он сожжет. Он сжег, пошедше, да? А, он сжег в огне, снаружи лагеря. Да, вне лагеря. Да, это верно. Так. Хорошо. Что, Юдбет? Ва... 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 Иш... Ва Ишхат... Эт... Эт... А... Ау-ля... Ва... Я... Ва Ям Циу... 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 Аль... А... Мизбеах... Савива. Савив, да. И... Зарезал... Этого... Жертву... Жертву всесожжения. Вот. Теперь слово вот это Ва Ям Циу... Ам Цаа это изобретение. Так. Или это, так сказать, подготовка. В данном случае здесь имеется в виду и подали Ва Ям Циу... И подали Сына Аарона. Прошу вас. Сына Аарона ему о крови. И... Он окропил жертвенник кругом. Кругом, да? Да, да, да. Совершенно верно. Да. То есть буквально за рак бросил. Ну, побрызгал. Да, спасибо. Так. Юд Гемел, чей? Ваш уже. Юд Гемел мой, так? Ве Эт Гаула Гим Циу Элав Лин Тахэйга Ве Эт Гарош Ва Як Тэр Аль Амис Бэях. Так. Значит, жертву Ола, жертву всесожжения. Подали ему. И вот это вот слово в современном июле означает менотэях. Это хирург. Нитуах – операция. Да? Но здесь смысл очень близкий. То есть по частям разрезанный. Кусками мяса. Нетахим. Так. И голову, и воскурил на жертвеннике. Вот так. Теперь, Юд Далет, прошу. Анна. Так. Так. Окархатс. Это Акэриф. Это Акэраим. Краим. Краим. Эктер. Эль Аула. Амис Беха. Ага. И о мылое внутренности. И Краим – это, видимо, голени, как я понимаю. Голени, да. Да, да. Эктер и воскурил во всесожжение на жертвеннике. На жертвеннике. Да, верно. Спасибо. Так, теперь Тет Вав. Тет Вав. Теперь я. Да. Ваяк Рэф Эд Курбан Ам Вайках Эд Саир Ахатат Ашерла Ам Ва Ишхатеу Ва Иххатеу Корешон Корешон Корешон, да. Так, и приблизил Жертву народную Народа Народа И взял Саир Козел 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 Грехочистительного Который для народа Ва Ишхатеу Зарезали Зарезали его Зарезал его Ва Ишхатеу Да Так Ва Ишхатеу Ну, так Угу Тоже Так Грех Что с грехом связано Вот Вот видите, да Корень здесь такой Но перевод Несколько Другой перевод Нам попадался Вот это слово Но это было давно Я не помню Это слово на переводе Но имеется в виду Что Принес в жертву Принес в жертву Как первую Да Да А какое Какое слово Вы Ва Ихатеу Ва Ихатеу Ва Ихатеу Ихэт Ну, как это Видимо Ифиль От Хатат То есть Грех Очистил от греха Как бы Не обгрешил Но наоборот Конечно Отгрешились Отгрешил Понятно Разгрешил Так, понятно Хорошо Спасибо, Тимофей Тедзай Чьё Так Людмила Ну, хорошо Шушу пускай Теперь у нас наоборот Раз мы начали Давайте Может быть Еще один кусочек Шушу Хорошо Заботились Хорошо Хорошо, да Теперь вам переводить Тоже Ну, как бы В общем И Ну, превоскурил Принес Грехоочистительную Жертву Так И сделал Это всесожжение Так И сделал Как это Ну, как Камешпад Камешпад По закону По закону По суду То есть По установленному Вот этому Да, да В общем Порядке Так И Значит Что дальше было А я крест Да И приблизил Принес Приблизил Что это 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 хлебная Минха Да, это хлебная жертва Хлебная жертва Помните Кроме Кроме Улат Ха Покер Это что Кроме Утренней жертвы Так Это сверх Жертвы Да, да, да Верно Спасибо Спасибо Все правильно Так Людмила Прошу вас Так Людмила Слушаем Куф Алиф Да Нет Юдхет Юдхет Не сейчас Вешхат Эт Хашор Вет Ха Айль Хашламим Зарезал И зарезал Быка И Баранам Жертву Пол Всесожжение Нет Шламим Это мирная жертва А Мирную жертву Которую Для народа Для народа Да И Я им И принесли Буквально Принесли И принесли Сыны Аарона Кровь К нему И Побрызгал На жертвенник Вокруг Да Да Совершенно верно Ну и использован Слово Вокруг На самом деле Объясняется Что С двух диагональных Углов Так чтобы кровь Попала на две Смежные стороны Так что на Каждой стороне Было Побрыгано Да Спасибо Это мило Все правильно Так Ютет Че Евгений Евгений Ваэт Ха Халавим Да Мин Хаш Ашор Мин А А А А А А А Алия Алия Ва Ва Мих Ха Се А Мэ Ха Се Да Ха Се Ва Ха Клайот Да Ва Йот Йот Рет Да Ха Ка Воду Кавет Кавет Да Здесь у вас Неполная Фраза Только есть Подлежащее Сказуемого Нет Просто идет Перечисление Да Да Это внутренности Вы получаете Да Халавим Это жировая Да Да Этого Быка И Барана Барана Да Теперь слово Алия Помните через Алиф Это Буквально Курдюк То есть жировое Отложение Над хвостом В задней части Да И курдюк И почки И Махасе Махасе Это тоже Покрывающее Клоё Покрывающее Почки Над почечной Да Теперь Йотер Это мы переводим Как диафрагму Печени Так Что с ними Спасибо Евгений Это Продолжит Кав Кто Это вы Это я продолжу Да И положили Эти жировые Отложения Поверх Хазот Это Грудина Грудины Да Жертвенных Животных И Воскурил Вот эти Жировые Отложения На Жертвенники Так Кав Алиф Анна Так Вэт А Хазот Вэт Шок Аяин Хэниф Аяин Вот Аяин Хэниф Аарон Снуфалев Нэашем Кашев Сава Моше Да А грудину Даже получается Хазот Это Единственный Человек Множественный Грудина И Шок Это Как бы Правая Голень Вздымал Тениф Это Гениф Это Такое Вздымание Аарон Вот это Вздымал Аарон Вздыманием Получается Перед Всевышним Как Увелел Маше Да Так 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 оно И было Совершенно верно Гениф Итнуфа Однокоренное Сейчас Дуфа Это Полет Например Самолета А не Это По-другому Немножко Дуфа Извините Перепутал Да Так Все правильно Анна Спасибо Каф Бет Тимофей Тимофей Вайсам Аарон Эд Ядав Эля Ам Вай Вархэм Вай Рэд Насот Ахатат Вэ А Ола Вэ Ашламим Да Да И поднял Аарон Руки его На народ И волнословил их И спустился От делания Жертвы Грехочистительной Жертвы И жертвы Всесожжения И мирной жертвы Да Совершенно Совершенно Спустился Так Спасибо Теперь Каф Теперь Шуша Мастер Получился Извините Каф Гимел Конечно И пришел Маше Да И Да К Шатру Собрания И И Благословили Народ Как бы Как это Видели Уважение Или Почему Вай Вархэм Благословили Вояр И показалась Слава Всевышнего И показалась Слава Всевышнего Всему Народу Всему Народу Да Ну тут Не детализируется Что это значит Что это Как это было Но очевидно Люди понимали Да Спасибо Шуша Так Но считается Что огонь Сам Сошел огонь И жертву Как бы Скушать Да Об этом Об этом Мы успеваем Там будет дальше Целая история Про огонь И про огонь И жертв Печальная история Но поучительная Так А вот Простите Еще вопрос А вот это Вышли И ушли И благословили народ То есть Это получается Благословение Жестом Или словами Благословение Благословение Народа Какое благословение В другом месте Описано Это Благословение Коинское Благословение Специальное Есть Три фразы Три слова Пять слов И семь слов Да Пятнадцать слов Всего Три фразы Да Очевидно Это имеется ввиду Да Спасибо Кавдалит Пожалуйста Так Ну теперь Евгений У нас Людмила У нас Еще осталась Людмила Ватеце Эш Милфене Ашем Да Милфне Ашем Да Вет Тухаль Аль Хамисбех Эт Аллам Вет Ахалавим Ва Ва Яр Коль А Ва Яр А Ва Ифлу Аль Кнейхэм Огонь И От лица От пред И пожрал Жертвущее сожжение Да Вот Халавим Это Внутри Жировые Да И Увидел Весь народ И И возрадовался буквально Рина Леранен Гаван И возрадовался он Или ему Да Иплу Ва Иплу Нафлу Это И Пали На Лица Свои То есть Здесь И Страх Перед Всевышним И Радость Сложения Ему Да Одновременно Спасибо Спасибо Все правильно Мы прочитали Целый параграф Второй параграф Он еще Короче Но Мы не ставим Целью Прочитать До конца Но тем не менее Если это произойдет Будем только рады Спасибо Это была Людмила После Людмилы Я Нет Евгений Евгений Так Извините Пожалуйста Да Ва Икху Бны Аарон Надав Надав Ве А Ави 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 Да Да Иш Мах Хатато Мах Тато Ва И Ва Итну Ва Хэн Эш Ва Я Ва Ясиму Али Али Алейхем Алейхем Ха Алейха Алейха Да Алейха Кторет Кторет Да Ва Як Ри Ву Да Лифней Ашем Эш За Зара Ашер Льо Цива Оттам 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 Да Здесь я Я Вам Помогу Ва Куб Не Арон Да Не Взяли Сыны Аронова Надав Иагиут Да Каждый 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 Из них Мах Тато Это имеет Своя Угольница Вот Что Это За Совок Для Собирания Углей Это Было Описано Нешмот Да Это Несовременное Слово Но Достаточно Скажем Набрать Мах Тэ В Угле И Сразу Покажет Вам Картинки Вот Такого Угольного Совка Да Теперь Вай Ну Бахен Да И положили на них огонь, и зажили на него курение, и принесли перед Всевышним огонь чужой. Как не повелел им. Да, как, да, который не повелел им. То есть Всевышний не сказал им это делать. Да, верно. Это весьма грустная история. Я продолжаю. Да, спасибо. Спасибо. И вышел огонь от лица Бога, и пожрал их, то есть жжет этих двоих, Надава и Авиву. И умерли пред Всевышним. Такая вот история случилась. Так. Гемель, пожалуйста. Анна. Это то, о чем говорил Всевышний. Говоря, тут получается, через близких мне, Экадеш, я освящусь, и перед всем народом я прославлюсь Экавет. Мне будет честь. И промолчал Аарон. Безмолвствовал. Безмолвствовал Аарон, да. Ну, тут, скорее всего, распространенная версия, что огонь-то вышел от Всевышнего, а эти молодые люди, они как бы взяли, сами еще огонь зажгли, то есть переусердствовали, можно сказать. Есть много разных мнений, в чем заключается. Да, хотели, как лучше, от любви и от усердия, но вот немножко переставили. Да, да, да. Есть несколько версий объяснения, почему они сделали и в чем заключался их грех, за что они были наказаны смертью. Но вот мы это рассматривать не будем. Теперь далит, спасибо, Анна. Далит чей? Тимофей, Тимофей. Тимофей, да. Пожалуйста, далит. Ваекра Мошэ Эль Мишаэль вэль Эль Цапан бны Узель дот Аарон байомер Алейхем. Киргу суэт Ахэхем мэт ней акодыш эль михуц на Мохаммеку. И возвал Мошэ к Мишаэлю и Эль Цапану, сыновьям Узеля, дяди Аарона, и сказал им, захороните. Киргу, полюблитесь. А, полюблитесь, да. Да, теперь все, несите. Да, понесите. 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 Ваших от лица святыми за пределы лагеря. За пределы лагеря. Это были двоежные прессия. Да, они не были коинами, потому что коинам запрещено прикасаться к мертвому телу. Да, пожалуйста, вопрос. А там вот такое слово «кирву». И вокруг него сверху какие-то очень уж необычные значки. Вы смотрите в своем издании или то, что вы видите на экране? А, понятно. На экране, наверное. На экране этого нет. Я взял текст без лишних знаков. Может быть, это знаки кантеляции. Я просто не вижу. Наверное, но какие-то они совсем... Я уже нельзя не видел. Но я не готов сейчас посвятить этому время. Но я... Блин, это я посмотрю. Да. Смотрите, кроме знаков кантеляции, есть еще особые значки. Например, какие-то буквы выделены размером, какие-то вот с точками над ними и так далее. Может быть, и здесь что-то такое. Да. Хорошо. Так, спасибо, Тимофей. Теперь «Хей» и «Шуша», да? Да. «Вай криву» «Ва-исам» «Ва-иса-ум» «Ва-иса-ум» «Ва-и-са-ум» Где это? Угу. Так. «Ва-и-криву» Это вот читается «Ва-иса-ум» Погодите. Да. Это «Ва-и-криву». А следующее слово «Ва-и-са-ум» 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 «Би-кта-но-та» Минуточку. Три точки по диагонали – это «У». Так. «Ва-и-скта-но-та» «Л-М-хут-л-м-ху-т-л-м-хан-э-г-ш-эр-д-бар-мо-ше» Так. Как здесь? И приблизились? И-а-и-са-ум» «Е-са» – это «понесли», от слова «на-са». «Н-са-ум» – это значит «вомношном числе», а «м» – это «их», и отнесли их. И отнесли их. Да, «ба кутонотам». «Кутонет» – это хитоная одежда. А, «кутонет» – пасим есть такое. Значит, в одеждах «эль махоц» как бы к наружу или наружу? Нет, нет, нет. Да, вовне, да? Вовне, так, в лагерь. В лагерь, например, да? В лагерь, как, ну, когда сказал им Моше. Как говорил Моше, да. Да, верно. Почему-то сегодня Шуше достаются фразы с тяжело читаемыми словами, поэтому я готов ей помочь. Дело в том, что меня просили направлять, если, значит, слово прочитано не так, как оно написано, да, даже если смысл сохраняется. Обычно в таких случаях даже в синагогах не перечитывают. Но поскольку мы, кроме того, еще учимся читать, и многие смотрят на это и видят некоторые несоответствия, да, у них возникает вопрос, а кто ошибся? И вот тут я тоже поправляю, да? Вот это вот в современном иврите почти не встречается. Эта огласовка называется на кубус. Три точки по диагонали – это «у». Спасибо, Шуша. Теперь вам чей? Так, Людмила. Людмила, да. Видимо, Шуша достаются, которые мне были предназначены, поэтому я готова взять трудности. Может быть, может быть. Дибер, Дибер там еще читается. А, может быть, да. Дибер Муше, да? Да. Спасибо, все ясно. Три точки по диагонали – это учитель, где я там занималась, Церемали говорил, что надо «э» читать, а не «с» и «с» и «с» и «е». Ну, ладно. Я не понял, где? Ну, вот «расшехэм», что это вот «цэры» и «ют», а это «цэры» и «мали» нам читать как «э». Ну, не знаю, может, это сейчас по-другому. Я это читаю как «эй», да, это влияние к привычке шкенадского чтения, да, возможно. Правда, правда, да. «расшехэм», да. Тифрау, тифрау, увигдэйхэм, ло тифрому, тифрому, пэ ло тамуту, вэаль коль ха эда, и кцов ва ахэхэхэм, коль бэйт Исраэль, и вху эд хасрэфа, ашэ, раф, ашэм. И сказал мошэ, Арону и Элья-Лазару и Тамару своим. Сыновьям Иван, сыновьям Арона, да. Что же он нам сказал? Вот здесь должно стоять двоеточие, да. «расшехэм» аль-Тифрау. Отрожда их. Головы свои, головы ваши, не… Головы ваши. Да, тифрау – это растрепать, привести в беспорядок волосы, да. Не растрепайте, как можно сказать по-русски, не растрепайте, не растреплите. Не растрепывайте, не растрепите. Не растрепите. Да, понятно. И одежда ваша не тоже растрепите. Тифрау – это не растрепите. Да. Разрывайте держать. Не рвите и не… Да. И не умрёте. Вело таму-то. Тому-то. И не умрёте на каждый… Минуточку. Ве аль-Коль-га-эда и на всё сообщество. Ягцов имеется в виду рассердиться Всевышний, да. Если вы это сделаете. Но если вы не сделаете это, послушайте меня, то, соответственно… А вау? Да. Так? И братья ваши, да? И братья ваши всего дома Израиля будут оплакивать? Будут оплакивать. Сожжение, которое сжёг Всевышний, да? То есть сожжение, которое сжёг Всевышний, да? Сгоревших, которых сжёг Всевышний. Да, да. Да, совершенно верно. Спасибо. Спасибо, всё правильно. Так, Зайн чей? Евгений. Евгений. У ми Петах, Охель, Моед, Льо, Тецу, Пен, Тамуту, Тамуту, Ки Шэмен Нишхат Ашэм Алейхэм Ва Яасу Кидавар Мошэв. Киидавар Мошэв, да. И из дверей... От входа, да, в Охель. От входа... От входа... Шотерсобрания, Охель. Да, шотерсобрания, да. Вы не выходите. Не выходите, да. Да, чтобы вам не умереть. Да. Потому что елей помазания Всевышнего на вас. И они сделали, как сказал Моисий. Да, да, верно. Совершенно верно. Спасибо, Евгений. Всё правильно. Так. Хэт, чей? Хэт, наверное, и тэт. Моисий, это ваш, ваш. Майо, паня, на Вейдаберешем, эль Арон Лейбор. И сказал Бог Арону, говоря. Слово шейхар означает пьянящий напиток. Это может быть не только вино, но и сделанное из ячменя или, допустим, пшеницы. Но Раша пишет, что здесь означает это вина пьянящего. Не пейте ты и сыновья твои с тобою при входе в шотерсобрание и не умрёте. Это значит, что если Коэн приступает к совершению служения выпившим, даже не обязательно пьяным, он может быть наказан смертью. Хукат-улам – закон вечный в роды вашей. До сих пор этот закон Коэнами соблюдается даже в отсутствии храма. Коэн, ну, например, в стране Израиля, выходит благословлять народ в каждой молитве, в каждой молитве, где есть повторение молитвы Кантера. Шахарит и Муссав, конечно, извините. Но если Коэн, скажем, выпивший, он не должен это делать, даже если он не чувствует совершенно себя пьяным. Что такое выпивший – это определённый размер, определённый размер выпитого напитка. Интересно, что если он выпьет половину вот этого количества, допустим, вина, а половину водки, хотя по второму закону Пахлёбкина это гораздо хуже, чем выпить полный объём какого-то одного из этих напитков. Но, тем не менее, закон есть закон. Так, с пьянством среди Коэнов мы разобрались. Теперь, пожалуйста, Юль читает Анна. Это, скажу ещё, считается, может быть, возможно, ещё одна причина, по которой были убиты сыновья Рона, что, может быть, они выпили. Поэтому вот так получилось. Раша называет, приводится. Не надо питать их с такими-то ревиальными пьяницами. Ну, как-то мне не нравится. Как-то это как-то унизительное какое-то для таких людей замечательных, такое унизительное какое-то объяснение, что они банально выпили. Как-то не очень. Ну, это вот тот случай, когда можно считать человека пьяным без вина, да, ввиду, так сказать, большого душевного подъёма. Да. Может быть, по аналогии, да, и вино запрещено. А теперь, да, да. Так. И чтобы различать между святым и будничным, между нечистым и чистым. То есть, коли он должен быть в состоянии трезвости, чтобы разбираться в законах. Да, да, верно. Спасибо, Анна. Ют, Алев. Тимофей. И обучать сыновей Израиля всем законам, которые сказал Всевышний, через Моша. Вам через Моша. А, да, совершенно верно. Спасибо. Теперь, Шуша Ютбет. Вейдебер, Моше, Эль Аарон, Вэль Элазар, Вэль Тамар, Банав, Амк. Как здесь мы начинаем? Нотарим. Нотарим, да. Ху, эт, Минхан, анутарат, Мэйши, Ашем. Мэйши, из Ашем, да. Ашем, ва, Ихлох. Ахам, да. Слуха, Мацот, Мацот, Эцель, Аммисбэ, Кодыш, Кудыш, 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 Кудыш. Оставшимся, возьмите, так, хлебную жертву, да? Да, да, да. Оставшимся от нее, так, Мэйши. От того, что сожжено, да? От огнепалимых жертв. От огнепалимых жертв Всевышнему. То есть часть была сожжена от Ишей, а остальное вот они должны были взять, да? Ва, Ихлох, в пресном виде, Мацот, да, как Мацот? В пресном виде, так, Эцель, как это? Ну, опять же, жертвеннику. Около жертвенника. Около жертвенника, потому что он святая святых. Совершенно верно, святая святых. И не он не жертвенник, а вот это жертва, она. Вот это надо как-то уточнить, да? А, про что именно сказано подышку отношения? Это Минха, да, Минха. Это Минха, да, да. Это Минха, да, это Минха, самое святое, ага. Ага, верно, верно. Спасибо, что уже правильно. Так, Юд Гимел. Людмила. Я посмотрю, вот сколько у нас осталось. Ну, пока продолжаем, да? Да, Юд Гимел, Людмила, пожалуйста. Алло, алло. Так, не слышу никого. Что, что, что? Что случилось? Я это ее вроде показала. Нет, Людмила. Выпало, нет. А у нее что-то с интернетом, видимо. У нее так плохо было. Так, мы вернемся к Людмиле, как только она проявится. Давайте к следующей очереди. Так, да, Евгений, тогда Евгений. Ва Ахальтем, Ота, Ва Маком, Кадош и Хакеха, Хокеха, Хокеха, Вахак, Банеха, Ху. Ги, Ги. Бывает так, что Ги пишется не с Юдом, а с Ва. А, Ги. Видим про гласовки, да? Ги. Мэ Иш Мишэй, Ашэм, Ки, Кэм, Цу Вэйте. Цу Вэйте. Цу Вэйте, да, совершенно верно. Цу Вэйте, вот, обратите внимание, как читаем это слово, да? Так, Ва Ахалтем, Ота. И съешьте. Да. Ее, это Минхуй, имеется в виду, да? Да, на месте святом. Ибо это Доля. Закон Твоих, Хокеха, да? Вэхок, Банеха. Да. Закон Доля и сыновей. И закон сыновей Твоих. Это сыновей Твоих. Да. Мэ Ишэй, Ашэм, от огнепалимых жертв Бога. Ибо так было сказано. Повелено. Мне было верено, да. Вот так. Это пассив. Да. И в Дане все правильно, да. Людмила, вы с нами? Микрофон? Нет. Тогда мы идем дальше. Так. Теперь вы. Иуд Далетьян. На месте чистом ты и сыновья Твои, и дочери Твои с Тобою, потому что закон Твой и закон сынов Твоих отданы они от жертв мирных сыновей Израиля. Так. Людмила снова вошла. Да. Мы приняли ее? Так. Алло, алло, алло. Так. Что тут? Так. Алло, алло, алло. Не слышно? Да. Я не слышно. Да. Да. Так. Хорошо. Я не слышно, все нормально. Ага, есть. Я прочитал. Тет Вав. Людмила, вы с нами? Не слышно. Нет, не слышно. Так. Анна, тогда Тетва берите. Хорошо. Хорошо. Шок, а, шокатрума, ве хазе, а тнуфа, аль ішей, а халавим, явил ле ганіф тнуфа, ліфне ашем, вегая лиха улаваныха і тха лихо поламка. Ашер, це вашим. Получается голень, трума, возношение, грудь, взмахивание, вздымание, аль ішей, а халавим, который от огнепалимых, от сжигаемого жира приносите для совершения тнуфа. Взмахивание перед Всевышним, и будет тебе и сыновьям твоим с тобою закон вечный, как ты билел Всевышним. Да, да, верно. Да, спасибо, спасибо, Анна. Все правильно. Тет Зайн, Тимофей, да? Да. Тет Зайн. Переводим. И козел, грехочистительный жертв. И козла, да. Да. Дорож на раш буквально требовал, то есть искал, да? Искал Маше. И вот сожгли. Да. Да. Сарафа Икцов. Икцов. И рассердился буквально, да? А, и рассердился. Разгнебылся. Сара, да, Инна и Тамара, сыновей Ааруна, оставшихся, говоря. Говорят. Так, и что, уже отговорил? Спасибо, Тимофей. И вот Зайн почитает нам. Так, а Людмила у нас не появилась. Людмила, Людмила, Людмила. Да, появилась. Ого, прекрасно, Людмила. Тогда мы вам даем, Юдзайн, да? Почему вы не получаете, Юдзайн, да? А вон. Ха-эда лэ ха-фэр, ха-пер а-лээм леф-ней а-шэм. Почему не едите вы... Слушали вы, не съели вы, да? Не съели вы грехочистую жертву? Да, да, да. Место... На листе. В святом месте, ибо святая святых она... Она... Ты дал им... Так. Лас-эд, не помню. Ве-от-та и ее дал, и ее дал вам. Ну, имеете в виду все выясни. Лас-эд, чтобы нести, понести, а вон грех, а эда, общество, да? Да, то есть, чтобы искупить грех общества, так? Лэ ха-пер а-лэгэм леф-ней а-шэм. Так? Что это значит? Лэ ха-пер... Лэ ха-пер... Искупить, да. Искупить их... Ас, да, перед... Пред Богом. Да, да, спасибо, спасибо, все правильно, так. Ют-хэт, Анна, кто теперь? Шуша. Шуша. Так. Как сказать, они не... Вот это вот хова... Ло ху-ба не была принесена. Не принесена... А-лэгэм в данном случае это не они, а просто как восклицание, что ли, да? Не была принесена дома, кровь ее. Кровь ее в цвет... Ну, как бы... Ну, в цветы святых, во внутреннюю, как бы... Да, в цветы святых, во внутреннюю, да. Так, ахуль-охло-ота. Ахуль-тухло-ота. Скушать... Скушаете ее, то есть вы должны ее скушать, ба-кодыш. Да. Святости, да? В святости, как и приказал я. Ну, как... Так, святости, как и приказал, да, да, верно, верно. Спасибо. Так, Ют-тет. Евгений. Давайте. Давайте. Ва-Идабер, Аарон, Аль-Мушет, Хэн, Хайом, Икриву. Эт, Ха... Ха-Та-Та-Там. Ва-Эт, Оля-Там. Да. Лифный Ашэм. Ва-Ти-Тикры-На. О-Ти-Ка-Э-Эле-Ка-Эле-Ва-А-ХАЙТИ-Хатат-Хайом. Хаитав Хаитав Ба Бейнай Ашем Это продолжение его слов, да? Да, и сказал Арон Маше Она сегодня Ген, это не как местоимение. Вот сегодня Гриво, это татам Мы сегодня принесли Мы сегодня принесли Татам Грехочистительную жертву И все сожжения принесли Перед Бесом Всевышнего И Такое Случилось Секретно это Так, я даже не знаю Вроде бы это слово Кара С Алифом, да? То есть был позван, да? И Позвали меня А Смысл тут, конечно, и случилось Со мной Да, Каэла Такое Да, такое Да, да, да Почему здесь Алиф Когда вроде бы Корень Карас Эй Я Затрудняю Смысл я помню Что был именно такой Да Так Вэ Ахал Ти Хатат И Смысл такой И я ел В смысле И если бы я ел Хатат Гайом Ответительную Да Жертву Сегодня Да Гай Было бы это Тав Тав Хорошо В глазах Всевышнего Это вопрос Были бы Хорошо Да, да, да Вот Гей В слове Гай Тав Это Задавание Вопроса Было бы это Хорошо В глазах Всевышнего Так И с вашего Позволения Каф Я прочитаю Вайш Мамуше Бай Тав Бэ Эй Нав И услышал Моисей И Показалось Это Хорошим В глазах Его Мы Сегодня Успели Правда Мы немножко Лишнего Время Я хотела Сказать Предыдущий Едабер Вот Едабер Современным Это Разговаривать С кем-то Как бы А вот Я замечаю Что Это Как бы Именно И говорить Тоже Потому что Едабер Эль Моше Да Да И говорил Арон Моисей Да 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 Более того Да В девятнадцатой главе Шмот То что мы читали Перед десятью заповедями Что-то там такое Да Тут подчеркнуто Что Ледабер И Лемор Вот Эти два корня Означают В принципе Одно и то же Но с мужчинами Надо говорить Жестко С женщинами Надо говорить Мягче Сегодня Сегодня Это Пели же А Лемор Это Амар Это Пааль Да И в этом тоже дело Я напоминаю вам Что сейчас закончился Десятый день Отсчета Омера У нас во всяком случае Уже за окном Темно Вот И С Божьей помощью Мы продвигаемся Вперед К празднику Шивот Вот Мы сегодня Благополучно Завершили Все параграфы Дельной главы Шмини Ну И С Божьей помощью Через неделю Мы С вами Снова встретимся Счастливо Спасибо Шаблотов Окей Шаблотов Всем счастливо Пока